Великобритания 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 Показатели были существенно лучше, чем у других больных с высоким риском психоза но без канабидиола но в то же время хуже, чем у здоровых то есть канабидиол позволял увеличить активность головного мозга позволял лучше справляться с заданиями но не настолько, чтобы дойти до уровня здорового исследования Что здесь следует отметить? Ну, на самом деле, поскольку уже неоднократно мы говорили и неоднократно сообщалось о том, что многие психодезлептические вещества обладают свойством повышать активность головного мозга. Правда, классические психодезлептики, опять же, не каннабидиол, а то же самое ЛСД или просто марихуана, они это делают весьма и весьма спонтанно, они разрушают обычные межниринальные связи, создают новые, зачастую совершенно не соответствующие тому, что нужно. Но потенциал, потенциал какой-то активации мозга они в себе несут. Другой момент, что у наркотиков-психодезлептиков этот потенциал абсолютно неуправляемый, не целенаправленный, не системный. Вот каннабидиол, по всей вероятности, обладает свойством некоторой стимуляции, некоторой интенсификации обмена веществ, там, в частности, перечисляются височные доли, полосатое тело, структура среднего мозга и, по всей вероятности, воздействие, ну, естественно, на дофамид. Вот. Можно ли об этом говорить как о том, что вот при помощи каннабидиола можно лечить психоза? Ну, конечно же, нет. Во-первых, во-первых, еще раз повторюсь, речь идет не о том, что люди были в состоянии психотическом, в состоянии острого психоза, в состоянии, там, вреда, валлюцинации, психических автоматизмов, нарушенного сознания или еще что-то такое. Нет. Это люди, которые потенциально имеют риск психоза и, естественно, поскольку они страдают хроническим психическим заболеванием, они имеют и некоторые нарушения в повседневной жизни, даже вне психоза. Вот эти нарушения, это снижение активности головного мозга каннабидиол в некоторой степени корректируют. По этому исследованию пока нельзя сказать, это будет более-менее стабильный результат или он работает только на момент приема. Это приведет к дальнейшему улучшению качества жизни пациента, либо никак его не изменит, либо, может быть, это повысит риск рецидива психоза. Вот это, кстати говоря, пока из исследований вообще не понятно. Сам по себе феномен активации головного мозга, да, он установлен, подтвержден функционально МРТ, является интересным и потенциально, возможно, ценным для исследования, а может даже и для какого-то лечения. Но говорить о том, что вот теперь давайте мы все пыхнем и вылечимся от шизофрении, но это, конечно, полная и абсолютная чушь. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok